В этом видео мы будем стричь ребенка. Будем делать ему рваненькую форму сверху и какой-нибудь супер короткий бок, такие с нуля или еще с чего-нибудь, чтобы максимально долго не зарастал. Еще у него две торчащие макушки, которые доставляют дискомфорт, и здесь тоже желательно коротко не стричь. Начинаем нашу стрижку. Нашу стрижку мы начинаем, как и любую другую стрижку, с стрижки теменной зоны. Мы берем и, как и во всех стрижках, выделяем контрольную прядь. И самое главное, придерживаться ровности проборов и вычесывая контрольную прядь, обращать внимание на окружность головы. У нас окружность головы идет вот так, а мы делаем вот такую ровную прядь. Берем, вычесываем ее, так как эта стрижка подразумевает под собой удлиненную макушку, чтобы она не торчала. Мы делаем волосы где-то вот такой длины. Это зона такая... Будьте с ней максимально осторожны. Буквально один миллиметр и все, макушка торчит, а куда попало. Как это понять? Придет с опытом, но лучше немножечко не достричь по мокрому, чем потом замазывать клиенту волосы в кладочными средствами в попытках исправить ситуацию. Берем и срезаем. Когда мы простригли нашу контрольную прядь, все как обычно. Отчесываем волосы вниз и начинаем стрижку теменной зоны, ориентируясь на нашу контрольную прядь. Видите, вот наша контрольная прядь, вот волосы, которые мы должны состричь. И подтягиваем к контрольной пряди наши волосы, которые мы должны состричь. Советую что? Советую вот эту зону, при таких раскладах торчащих волос, эту зону не делать ни поинтингом, ни рвать, ни филировать, ничего. Просто откинуть ее назад и продолжить отсюда сюда. Так вот, теперь, когда мы это сделали, берем, расчесываем и рвем. Абрать я люблю более увесистыми клинками, чтобы срез был максимально грубый. Берем и рвем. Мы простригли такими проборами, теперь мы продолжаем стричь вот такими проборами, противоположными. Отчесываем и рвем. Советую загонять не вот так стричь, а заменять сюда волосы с ножницами и срезать хаотично тоже, но в меру зубчатым срезом. Продолжаем обрабатывать ее. Ну, на самом деле, это довольно хаотичное движение. Глубокий бой, глубокий срез. Сознаем рваную, симпатичную форму. Сознаем рваную, симпатичную форму. Расческу и машинку без насадки. Включаем и поехали. Подставляем под ним голову. Подставляем нашу расческу так, чтобы создать максимальный, по-вашему, аккуратный эффект перехода. Надеваем насадку в среднюю ничку, полтора миллиметра. И продолжаем. Теперь тушу. Соединяем нашу затылочную зону с височно-боковой зоной. Берем триммер и почищаем наши волосы на шее. Пушковые волосы. Этот триммер, кстати, разумительно работает с пушковыми волосами. Мы берем ножницы и стрижем классической техникой тушок. Максимально аккуратного перехода. Вот здесь можно немножечко подобрать. Все это можно сделать исключительно лишь на маленькую полунику. И вот так подобираем, подобираем. Добиваясь, на наш взгляд, максимально красивого результата. Противоположную сторону и укладываем. Когда мы постригли по кругу клиента, мы начинаем дорабатывать эту стрижку методом тушевки и бонтинга. Особенно вот эту зону мы еще не дорабатываем. Начинаем с широкого полотна. Пойдем филировкой. Берем ножницы прямые и загоняем их. Потом мы делали вот так иногда делаем, а вот так мы еще не делаем. Начинаем с вот такой бежонки. Вот такой бежонки. Вот такой бежонки. Вот такой бежонок. И еще раз долго ничем, чтобы после нашей жизни у нас будет более рваная структура волос. И вот такими движениями мы все делаем бреком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...